Они стоят, а людей нет. Они будут на экране. Я должен представить тех, кто есть. Прежде всего, гениальный консул Чешской Республики, господин Кижек. Вот это мужчина, вот это настоящий. Остальные консулы не пришли. Елена Рубаканова, она представляет торговый дом «Пассаж». Она у нас в гублете есть, «Пассаж». Ярослав Забояркин с краю сел. Наш дирижер, глава оркестра Камерлова. Крепач и дирижер, ловлят многих премий. И вообще наше будущее. Ну вот, это, так сказать, маленькая преамбула. А теперь чуть длиннее преамбула. Я 14 лет работал под руководством Андрея Павловича Петрова. Но кто это говорит, не нужен, наверное, да? Его уже много лет нет с нами. Я работал с ним с 90-го года. Ох, его кончину. Он был удивительный человек. О нем, кроме талантов и прочих там чудесных качеств, мы говорили, что он человек довольно скрытый, без особых таких друзей, как-то он сдержанный. Он и правда был человек сдержанный. Но вот у него в биографии есть один момент. Его выдавили на Ленинскую премию в связи, наверное, с трилогией. Там Пушкин, Яковский начинается, Петр Первый. И он эту премию не получил, Ленинскую. Видимо, в связи с тем, что он отказался писать музыку к фирму «Малая земля» у Брежнева. Возможно, может, по другой причине. И вот что сделал Нарий Павлович, когда он не получил Ленинскую премию. Он закатил громадный банкет в Европе по случаю не получения Ленинской премии. Это чистая правда, и это известно. Я подумал, что я не могу закатить банкет. Я могу собрать пресс-конференцию и не отменять ее по случаю отмены фестиваля, который мы готовили год. Не только мы отменяемся. Отменяется вся концертная жизнь в Москве, в Петербурге, в других городах. Мы еще до вчерашнего дня сомневались, надеялись, что, быть может, Ольга Любимова, министр культуры, что-то там пробьет в правительстве, чтобы внести дополнение в документы. Ну, скажем, филармонические концертные залы, академическая музыка. Может быть, за исключением фестивалей, которые готовились музыкальных. Нет. Ни Москва, ни Петербург на это не пошли. Решено так. К театрам можно, концертным залам нет. Музеям можно, концертным залам нет. Понятно, что Сибур-Арена, Газпром-Арена, Тиньков-Арена, это да. Но джазовая филармония с 50-ти посадочными местами. Петербург концерт-залом Кочневой, ну и так далее. К Мариинскому театру можно, он театр. Там зал на 1200, нам нет. Но тут объяснить это я не могу. Ничем, кроме одного. Те люди, которые сегодня в администрации президента, в правительстве работают, они не кончали музыкальную школу. К сожалению. Они не знают даже, наверное, где это находится. Во всяком случае, очень многие люди не знают где филармония. Я убедился в этом 5 октября, когда мы проводили концерт для учителей в День Учителя. Концерт пошел с огромным успехом. Они были счастливы, аплодисменты длились невероятное количество времени. Но я стоял напротив входа в Европу у 6-го служебного подъезда и курил. Мимо шли молодые женщины, которые учителя. Они спрашивали, простите, а где вход в филармонию? Я им говорил, за углом направо. Они никогда здесь не были. Это учителя наших детей. Так что удивляться не нужно. Что самое обидное? Самое обидное, что в прошлом году мы провели фестиваль без иностранных исполнителей. И они нам прислали трогательные видеообращения. Все. Мы эти видеообращения поставили на нашем сайте. Они говорили, что на будущий год мы приняем обязательно. И слово свое задали. И мы готовились их принять. Семь стран должны были представлены на этом фестивале. Вы же понимаете. Я не знаю, как вы отреагируете на сегодняшнее. Может быть, вы найдете какие-то слова. Я не знаю, как обратиться к людям, к начальству. Ну, думать надо, прежде чем что-то делаешь. Но ведь есть же какие-то рамки. Ну, невозможно застанавливать жизнь. Почему в кинотеатр нельзя? В театр нужно. Понятно. А здесь вот билеты куплены. Мы визы получали в ряде случаев с подписью Голикова, вице-премьера. У нас там руководит только высочайший человек. Один, второй, третий. Зачем это? Не знаю. Вот, спасибо, господин Чешуков. У нас были много общений не потому, что он очень любит музыку, хотя он ее любит. Потому что день концерта пражского трио, гварнерия трио, он совпадает с праздником Чешской Республики, продолжение независимости. То есть это национальный праздник. И было решено, что они приедут, они сыграют, и чешскую музыку в том числе. Придут гости, придут те, кто работает с чешской диаспорой. И потом будет небольшой фуршет. Но все это полетело. Я не знаю, как вы будете выходить из положения. А и к варнерии трио у нас были бы уже третий раз. Они в этом году празднуют 35-летие своего коллектива. Трио фантастическое. Он слушаешь и понимаешь, вот это да. Ну, 35 лет одно дело делают. Они уже не молодые люди, но это просто замечательные люди. И боялись одного ковида, и боялись приезжать. И все-таки сказали, что приедут. Завтра нужно приехать, ах, Назарян, на РЭК, блистать на велончелист. Вот Ярослав Забояркин, грустит. Да, ну а я уже позвонил сегодня. Мне сказали, а как билеты-то? Я говорю, билеты мы купили невозвратные, мы люди глупые. Мы пожлобились по-русски. А они сказали, что нет, нет, мы вам при чем справку о том, что он болен, что он не может приехать, вам аэрофлот вернет деньги. Я думаю, что он аэрофлот не вернет, но справку мы получим. Я могу зачитать письмо Константина Доровича Сухенко? Или не надо? Не надо. Не надо. Поверьте, только одно слово. Вот Сухенко к этому ничему не причастен. Он очень много нервов потрепал в себе. И думаю, нажил врагов в Смульном. Он очень переживал, что рвется. Ну, концертное дело в городе, ну, как можно остановить, если театр можно, если можно музей, непонятно. Он очень-очень переживает. Ну вот, он позвонил, а потом пришло письмо от него. Уважаемые коллеги, на основании изложенного согласования мероприятий, запланированных вами и проведения указанных период, не представляется возможным. Это тот период, который абсолютно попадает вот с 29-го, с 30-го по 7-й, а мы с 29-го по 5-й. Все. Вот. Мы очень обидно. Понимаете, вот этот буклет, он войдет как исторический. Его же фестиваля не будет. А какой-нибудь исследователь, историк будущих поколений найдет этот буклет в архиве и просто напишет, какой хороший был фестиваль и концерт. Я не сомневаюсь. Я в дорогу. Вот, нет, конец того плохого отзыва. Да, и вообще, да. Но самое интересное, что здесь, как по традиции, у нас приветствует фестиваль губернатор, представитель ЗАГС-собрания и худро-руководитель филармонии, Виктор Юрьевич Тимирканов. В 12-й фестивале у нас всякие были нас поздравления. Иванзин Иван Матвиенко, Игорь Сергеевич Полтавченко, и вот уже был и сам Дмитриевич Иглов. Но первый раз у нас новый председатель ЗАГСа, Бельский. Я вырвал это приветствие, я не знаю как, обаяние, не знаю, невероятно. Никому этого не было, а у нас было. Я думаю, что это поможет. Ну как же, и губернатор, и ЗАГС. Не-а, не помогло. Ну вот так вот получается. В этом году у нас приятные очень вещи. Вот у нас стоит рекламная страница Шкоды. Наконец-то они дали согласие поставить рекламную страницу. Они нам помогают все фестивали, всегда, 12-й раз. Но очень скромные люди стеснялись даже в буклет поставить свою эмблему и там маркетинговую страничку. Но вот в этом году поставили. Ну что делать? Вот так Европа. Всегда здесь пресс-конференции, всегда мы селим здесь с солистов, которые играют в большом зале. И нам идет Европа навстречу и скидки делает. Полина Сетинская хотела играть, Селена Еревича, вот в этих платьях, пошитой Татьяной Парфеновой. Значит, они играют программу «Цветы и сказки» вот именно в этих платьях, именно вот в этой афишной вариации. Сделали. Это художник, который в Москве сделал, у него все исходники пропали. Наш художник сумел без ничего это восстановить. А вот пассаж. Вам, Ильянов, спасибо. Мы будем дружить с пассажем, может быть, к чему это приведет конкретному, но это красиво. И у нас еще есть одна рекламная страничка, скромная. Это российский аукционный дом. Рад искусству. Российский аукционный дом искусству. Мы все время ищем членов флопсического совета. У нас никак не соберется бизнес-группа, чтобы нам помочь. Но потихоньку, помаленьку, может быть, что-то издвинется. Очень тяжело стало жить, потому что помогает только бюджет, комитет по культуре. Слава богу, они нам помогают. Но вот продажи билетов – это наша жизнь. Если билеты не продаются, жить не на что. Потому что на жизнь нам никто денег не дает, и вот на фестиваль. Ну вот этот фестиваль отменился, значит, я не знаю, на что мы будем жить. Может быть, что-то сообразимое придумаем. Значит, два слова про концерты еще. Ну, на рэках Назарян, который должен был приехать. Я думаю, мы еще его услышим. Он молод, очень талантлив. И по всему миру ездит. Петербург не минует. Я думаю, что мы как-нибудь еще с ним познакомимся. Ну, к Варнере Триво уж теперь, не знаю, приедут они к нам, не приедут. Уже написали, что приедут обязательно. Что, еще? Да. Уже написали, что в следующем году за это приедут. Потрясающе, потрясающе. Вот это да. Литовский дуэт, супружская пара. Они третий год пытаются к нам приехать. Третий год. Не получается. Первый год. Я там что-то не сделал. Второй год был ковид. Ну, и третий ковид. Ну, вот этот вот новое барочное трио из Швейцарии, в том числе швейцарский, испанец и бельгийка. Контрабас, вибрафон и скрипка. Ну, жалко. Страшно. Ну, Полина Осетинская, да, понятно. Где Микел Бенедиктов. Это пианист блистательный. Он питерский, наш. Его мало кто-то знает, широкая публика. Очень скромный. Он очень талантлив. И я думаю, что еще мы его услышим. Ну, вот опять же, в прошлом году он не мог играть. У него была операция на позвоночнике. Его должна была заменить Лизавета Украинская. Украинская заболела. И кто ее заменил? Попаян. А, Илья Попаян, да. Ну, вот. Олеся Петрова и Настя Рогалева. Ну, этих мы знаем, да, наши. Что обидно, что в программе мой один роман. Смотрите, они спеть хотели мой роман. Затем честь великая, да? Ну, вот мимо. И девочка, я надеюсь, я надеюсь, да. И не одену. А уж после моей смерти, как их петь буду? Не дай бог. Ну, все, грустно. Роман зато прекрасно. Оля Пащенко. Должна была приехать в Больший зал филармонии играть органах. Вечер для органа и хаммер клавира. Это, ну, орган понятно, да? А хаммер клавир, это что-то такое, похожее на клавесин, но не клавесин. То есть у группы клавикурдов уже молоточки. Петховин написал для нее эту 29-ю исту страшную сонату. И у нас этого нет у хаммер клавира в городе. Вернее, два инструмента есть. Один из них у Теодора Куренсиса. И они, поскольку знакомы, она его просила. Он обещал нам этот инструмент предоставить 20, ну, в смысле, на 5-е число. Ну, она бы играла ей 4-ю, лунную 14-ю сонату. Она блондинка, хорошенькая. Мы ее знаем, она приезжала с певицей из Италии, прекрасный компаниатор. Ну, вот, все отменилось. Ну, во любом плохом деле есть что-то хорошее. Во-первых, может быть, это послужит уроком для них. Они, может, не будут это повторять. Может быть, это не случится. Может быть, мы... Ну, я оптимист. Ну, я оптимист, правда. Но вы знаете, у нас команда же, которая работает над этим проектом, она маленькая, но она крепкая. Мы вот со Светланой Симоной уже, я боюсь называть цифру, сколько вместе работаем. Это вот проверенные люди. Ничего нам не страшно. Победим. Я бы их представил, этих людей, так они решили вот там стоять. Карина, покажитесь. Ну, Карину, вы знаете, да, она вас всех сюда зазвала. Карину, вы знаете, да, вот, да. Спасибо ей. Ну, Светлану Симону тоже, наверное, все знают. А у нас еще есть восточная женщина. Авецба, Ирина. Она там. Она там, нам на страже, да, охраняет наше пальто, да. Понятно. Значит, еще одно. Где у нас есть одна? Это Света Рукавишникова. Где она тут? Здесь. Вот. Света, которая всех встречает, всех провожает, которую боятся таможня, которую боятся пограничники. Она что-нибудь влияет на это. Как-то она это умеет делать, не знаю как. Но она и хулиганит иногда. Она ждет, что мы пригласим какого-нибудь принца, которого она охмурит и уйдет. Не будет этого. Но я вам другое еще. У меня сюрприз еще один есть. Знаете, вот честное слово. Иногда до слез. Люди, мы все думаем плохие, хорошие люди, вот есть очень хорошие. В прошлом году таким очень хорошим человеком была Катя Смолина. Это наш модельер, да? Известный. Она придумала маски с эмблемой. Вот, даже сохранились. Ну вот. В этом году, ну мы как-то стеснялись, наханничать-то нельзя, они сами вышли на нас. Что в этом году? Ну маски уже повторять, мне интересно. Значит, да еще не было разгара этого. А она сказала, давай так платки. Женщинам платки. Там с эмблемой лиры и Смолиной. А мужчинам вот сюда в кармашек. Тоже в лоточке. Ну мы и обрадовались. Хорошо. Одна заболела, вторая и Катя сварилась. Ковид, не ковид, я не знаю, но похоже, что ковид. Но они успели сделать еще один подарок. Тут написано, Екатерина Смолина, модный дом. И тут платье. 44-го, по-моему. Дети какой размер? 46-й. 46-й? Да. На Полину. На какую Полину? На 15-й. Сейчас. Ну и так, не дам. Решили, они хотели побывать на концертах, посмотреть на публику. И выбрать стройненькую, высокую девушку. Леонора. Что бы... Мы что, мы ради Бога. Но они заболели. И платье вчера привез позавчера. Какой-то мужчина суровый. Что сказал? Здесь он. Вам. Взяли. Я его не открывал. И никто его не открывал. Вот сейчас при вас я его открою. Это, наверное, что-то куда-то. Это, наверное, пояс. Ой-ой-ой. Разрез, небось. О, маленькое черное платье от Шанель. А? Красота. Какая Катя сможет. Молодец. Молодец, Катя. Ты же молодец. И мы будем думать, что делать. В публике-то не будет. Но можно на пресс-конференции посмотреть и всех померить. Как золушку будем. На будущий год оставить. Да, точно. Действительно, оставьте на вам. Да. Ну что? Глаз народа, глаз божий. Да. Да? Все? Леонора. Да. Вы же спас сажа. Сложите. Да. То есть. А кому ему дать, мы найдем. Вот так, на поясе. О, шикарно. Шикарно. Более того, Катя прислала не только платье. Вот настоящий, понимаете, менеджер. И визитки. Кому интересно, возьмите. Обязательно. Открыто здесь лежат все визитки. Обязательно. Вот. И вот так вот делаются какие-то серьезные вещи. Спасибо. Спасибо. Ради Бога. Я даже могу платье повесить у нас в офисе, чтобы оно висело как символ женской красоты, до которой мне уже, видимо, не дотянуться, ибо средств не будет. На что мы будем жить? Не знаю. А тут же не до женщин, да. Вот. Ну, это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Чем я забыл? А онлайн будут концертные? Это следующая тема. Значит, мы же получили субсидию. Мы на нее, ну, из нее потратили на авиационные билеты, на полиграфию, на рекламу. Вон в филармонии стоят роллапы во весь рост. В вашем иваном зале. Вот билеты, есть афиши, приглашения и прочее, которые мы не развозим. Значит, это как-то непонятно. Зачтет нам комитет по культуре эти средства не зачтет. У нас один выход. У нас есть возможность, в договоре указано, что мы можем провести эти концерты и нужности онлайн. Ну, онлайн подозревает прямую трансляцию. Ну, скорее всего, это просто запись. И на сайте, на том и на другом ставится. У нас есть канал на Ютьюбе. Называется канал филармонического общества Санкт-Петербурга. Если вы на Ютьюбе наберете вот эти три слова, вам выскочит очень-очень много музыки и видео, потому что мы ставим там лучшие наши концерты. Там играют очень интересно. А Фейерта, кстати, Владимир Борисович ведет, там джазовые портреты, уже 30 портретов. Это, вот сколько он жив, вот столько и будет. А ему в этом году 90. Имеете в виду, в декабре 90-то лет Владимир Борисович. Ему не дашь никогда этих лет. Ну, как бы. Быстро он работает, он не разговаривает. Чудесный человек. Вот второго такого не знаю. Но вот на нашем сайте, если вам грустно, да, или поругались дома с кем-то, или там вообще противно, да, откройте сайт, нажмите, немножко послушайте, можно в любой случае выключить. Там, правда, хорошие концерты играли. А вот сейчас недавно, 11 сентября, был концерт в Большом зале фенармонии. Называется «Три непревзойденных шедевра». Он был приурочен к 20-летию теракта в Нью-Йорке, башни торгового центра. 11 сентября, да. Значит, мы этот концерт вырвали. И мы сделали Ралдугин Сергей Павлович. Ну, фамилия известная, да. Играл Рококо, вариации. Он согласился, он молодец. Илья Ивов играл концерт скрипичный, а Мирослав Култышев, первый фортепианный. Концерт был фантастический, зал был набит битком. Вот немножко мы заработали, мы сейчас будем жить чуть-чуть на эти деньги. Вот эти концерты сейчас стоят, стоятся уже. Ралдугин уже стоит, сегодня поставили Иова, и завтра будет Мирослав Култышев, замечательная. И вообще мы все время выставляем. Так вот, мы, наверное, договоримся в гармонии или с другими помещениями, где мы запишем концерты тех, кого включим в новую программу фестиваля. Но это будут люди, которые живут в Петербурге, уже иностранцев-то мы уже не позовем. А кто это будет? Ну, я думаю, что Бенедиктов из этой программы, конечно, будет. Или Петрова, Олеся с Настей Роголевой, конечно, будут. Я думаю, будет наше трио, февромагическое общество. Я думаю, будет такая Саша Коробкина с Ксенией Гавриловой. Песнящая скрипачка, они когда у нас играли. Может быть, будет какой-то из камерных хоров с целенаправленной программой. Может быть, Илья Иов с его шестью бородинбургскими концертами. Не все шесть концертов играют. Мы хотели начать будущий фестиваль вот этой программы. Шесть бородинбургских концертов. А может, мы их запишем и поставим сейчас на сайт. Но мы хотим даться за деньги. Там же нужно концы слить с концами. Ну, посмотрим, что будет. Не погибнем. Я просто очень рад, что вы пришли, честное слово. Можно было всем поздать, сказать, что не изменяется эта с документами. Я потом подумал, ну, зачем? Давайте увидимся. Знаете, вот вы меня уже знаете, да, физию мою. А я вашу не знаю. Это какое-то братство. Те люди, которые интересуются музыкой или теми, кто музыкой занимается, это люди особые. Я еще раз повторю то, что всем рассказываю. Как бы вы ни относились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, плохо или хорошо, он однажды сказал следующее, что среди всех заключенных в России нет никого, кто бы кончил музыкальюшку. Учились, да, а уж он закончил, нет. Понимаете, вот есть какой-то напрашивается вывод. Все-таки у меня предложение в правительство брать только тех людей, которые учились, хотя бы музыкальюшку. Они сами себя берут, никто их не слушает. Ну, понимаете, ну бывают же цензы, вот когда-то чиновники писали диктанты на экзамен на чин, да? Почему бы это не вернуть? Совсем было бы неплохо. Журналистам тоже иногда не мешает сдать такой экзамен, особенно радио журналистам. Вот, сегодня да, послушаешь, мама милая. Вот, а с другой стороны, авторская программа, пожалуйста. Ну, в общем, не знаю. Я вас очень вам благодарен, я вас очень люблю. Я надеюсь, что мы не последний раз видимся. Понимаете, по поводу такой пресс-конференции Европы нам не предстоит. Вот такие вот даты. Ну, я бы рад вас пригласить на концерты в ближайшие, но не получается. Но мир же не умирает. Кончится этот ковид, пойдут концерты. Я вас заклядаю. Видите филармоническое общество Петербурга? Не думайте, идите просто. Потому что это точно будет очень хорошим. Но я сделал, как организатор, непотребную вещь, а не позволительную вещь. Я говорил весь, 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 весь. Видите, не дал слова. А я вам сейчас слово верное доставляю. Спасибо, господин директор, председатель этого сообщения сейчас и сегодня. Мы скучаем много для этой информации, но в это самое время мы надеемся, что будем с вами работать на будущее и что, наверное, достаточный запас чешской музыки для Санкт-Петербурга. И мы надеемся, что трио гарниеры может прийти, но, как уже сказано, они не так молодые, но у нас еще много таких хороших оркестров, которые вы еще не знаете. Я надеюсь, что мы будем на этом работать на будущее. Я тоже хотел бы поблагодарить фестиваль «Серебряная лира» за всю работу и все искусство, которое они вложили в приготовку этого фестиваля, который был очень качественным. Но мы надеемся, что в настоящем году это будет еще лучше. Ну, тогда постараемся. Благодарим за все и всего хорошего для вас. Вам спасибо, вам спасибо большое. Все-таки, знаете, вот мы же открываем фестиваль, когда на концертах всегда генеральный консул выходит на сцену, приветствует публику. Другая атмосфера. И очень приятно, когда артисты приезжают, они же не знают, что консул встретит. В общем, стараемся. Я очень хочу, чтобы вы ушли отсюда с легким сердцем. Не ругайте никого. Ну, что делать? Ну, я всегда утешаю себя только одной приговоркой. В 17-м, в 41-м было похуже. Сильно похуже. Так что, ничего, прорвемся. И музыка вечная, мы будем делать. Вот. Ну, а вам спасибо. Если вы что-то напишете, теперь-то уже, да? Ну, кто-то ведь горячий, да? Да. Пожалуйста. Пожалуйста. С мотом можно? С мотом можно? Можно, конечно. Если главный редактор...